Без закуски Валёк достал ключ и открыл дверь квартиры. День был солнечный, и поэтому дома было светло. Хотелось есть. Он прошёл на кухню и огляделся. На плите стояла накрытая сковородка. Мамы дома не было. Сняв крышку сковороды, Валёк обнаружил там редкую в послеперестроечные годы вещь в доме — мясо. Кусочки жареного мяса. Последний раз он ел такое блюдо несколько лет назад, когда банан вытащил его на улицу поиграть, и за час с саксофоном и гитарой они заработали уйму денег. И сейчас жареное мясо было таким же вкусным, как и тогда. Зазвонил телефон. Валёк поднял трубку. — Да? — Во сколько? — Хорошо. Через час он был уже на вокзале и, заметив Фомича, Валеру и родственника, поздоровался. — Привет. — Привет. — Всё взяли. — Да. — Я пойду куплю сигарет. Возвращаясь, Валёк заметил странного типа, сидящего на корточках рядом со стоящими друзьями. Странный тип был вполне интеллигентным парнем лет тридцати, но то ли в парне было что-то отталкивающее, то ли Валёк был чем-то раздражён. — Что, Фомич, опять голубые пристают? — Тип встал в полный рост, и Валёк немножко замялся. Драки не было. Незаметно за разговором подошла электричка. Подобрав сумки и рюкзаки, все заспешили к вагонам, а интеллигентный тип всё не отставал. — Возьмёте меня с собой? — Нет. — Жалко. — Се-ля-ви. Через полчаса, выгрузившись из вагона, все двинулись в путь. Самым тяжёлым из поклажи был баян, который тащили по очереди. Прибыв на место, сняв рюкзаки и отдохнув, не заметили, как подошёл вечер. — Ну что, на рыбалку? А удочка-то есть? Родственник выдал каждому по удочке, и, накопавши червей и поблуждав поисках пруда некоторое время, все уселись на берегу. Рыба не ловилась. Громадная жёлтая луна показалась на небосводе. В такую ночь не хватало только волков и оборотней. — Ничего мы тут не поймаем. — А у меня клюёт. Фомич подошёл к Вальку и взглянул на его трофей. — Маленький ещё, пусть растёт. Валёк с досадой смотрел на расходящиеся круги. Ему так хотелось жареной рыбы. Вернувшись с рыбалки на дачу и разведя костёр, распаковали рюкзаки. Вот, собственно, и то, зачем мы сюда приехали. Около костра появились спиртное и закуска. Фомич достал баян, и все удобно расположились около огня. — А я могу без закуски. — Правда, что ли, Фомич? — Я тоже. — На что спорил? — На сто рублей. После третий Валёк потянулся к бутерброду и засунул его в рот. Проиграл. — Фомич, а я бы с тебя никогда не взял денег. Ну, я... Это... Фомичу было обидно за себя. Денег, которые Валёк не собирался ему отдавать, было не жалко. Зазвучал модный шлягер. При свете костра местным дачникам было хорошо видно и слышно. Под звуки баяна трое парней, раскинув руки, как будто каждый изображал самолёт, двигаются друг за другом гуськом вокруг костра, выкрикивая «Стюардесса по имени Жанна! Обожаема ты и желанна!» Домой ехали на попутной машине, за которую заплатил Фомич молча. Тремоло. «Остановка Площадь Победы!» — произнёс металлический голос в репродукторе. Валёк вышел из троллейбуса и направился ко дворцу профсоюзов. В одной руке у него была гитара, в другой — спортивная сумка среднего размера. День предстоял интересный. У входа уже стояли Валера и Фомич с несколькими литрами пива в сумках и толпа зрителей. «Привет!» «Привет!» «Пошли, я вас проведу!» Протиснувшись через толпу у входа, прошли в фойе и поднялись на второй этаж. «Пиво оставим в раздевалке для музыкантов. До концерта не могу мне выступать». «Хорошо, мы подождём». Оставив всё в раздевалке, Валёк провёл друзей в зал и поднялся обратно в раздевалку. В раздевалке было уже много народу. Предстоял концерт известной в Рязани рок-группы «Белые братья». Он играл в этой группе уже несколько лет, и это был их первый сольный концерт на большой сцене. Перед концертом нужно было хорошо разогреться и поиграть гаммы. Для этого у Валька был кассетный магнитофон. Достав гитару из чехла, Валёк вставил кассету, на которой было написано «Pantra Vulgar Display of Power» и нажал кнопку «Play». Он знал гитарные партии этого альбома наизусть, и это был его любимый альбом. Играя, он слегка покачивал головой в такт музыке. Когда кассета закончилась, Валёк убрал магнитофон в сумку и, взяв гитару, отправился на первый этаж. На сцене было темно и немножко дымно. Не выходя из-за кулис, Валёк вставил джек и включил примочку. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелёненький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, представьте себе, зелёненький он был. После концерта Валёк сидел в туалете на корточках и курил. Пальцы его правой руки были в крови, но ему было все равно. Зашла какая-то девушка. — А ты неплохо играешь. — Ой, у тебя кровь. Валек встал, подошел к раковине, сунул руку под кран и, смыв кровь, направился в раздевалку, в которой уже сидели Валера и Фомич с пивом и закуской. Валек, отломив большой кусок колбасы, поинтересовался. Но как я играл, как на балалайке, поединок. Валек сидел в коморке общаги университета и повторял новый риф. Квинты аккордов плавно переходили одна в другую, рассыпаясь драйвом в тишину осеннего вечера. Хотелось повторять этот риф вечно, чувствуя натяжение стальных струн, которое, как рассыпавшееся стекло, отражалось от стен и уходило куда-то вдаль. Затем возвращалось и наполняло все и вся вокруг. В коморку заглянул Андрей. — У нас наверху вечеринка, но места уже нет. Вот тебе бутылка водки. — Мы репетировать сегодня будем? — Нет. Дверь за Андреем закрылась, и Вальку ничего не оставалось, как откупорить бутылку в одиночестве. Так обидно ему еще никогда не было. Бутылка пустела прямо пропорционально возрастающей обиде, и через час Валек вышел в коридор и, пошатываясь, поднялся на второй этаж. Пройдя по коридору, ткнулся в первую попавшуюся дверь и ввалился в комнату. — Ах, это ты, Валек! — Привет, электроник! — Присоединяйся, у нас вечеринка! — Спасибо! Просидев в комнате электроника еще два часа в шумной компании, Валек попрощался и вышел. Заглянув в соседнюю дверь, он обнаружил там спящего чекиста. Чекист не был хозяином этой комнаты, он вообще не учился в университете, но был музыкантом и приходил сюда ради вина и общества. — Пойдем, я тебе покажу! Валек схватил чекиста за длинные волосы и потащил с постели. Чекист что-то промычал, сползая на пол, но так и не открыл глаза. В комнату зашли двое студентов, и Валек сделал вид, что помогает чекисту забраться на постель, но студенты, казалось, ничего не заметили и, схватив чекиста за руки, за ноги, уложили его обратно. Чекист опять что-то промычал и свернулся калачиком. В следующей комнате Валек обнаружил всю его группу белые братья и, сев за стол, налил себе водки. Сидящий через несколько стульев рыжий ухмыльнулся. — Что, Валек, твоя девушка легкого поведения? Валек встал и, сделав шаг, ударил рыжего в челюсть. Стул вместе с рыжим по дугообразной траектории повалился на пол. Валек вышел, закурил и пошел к окну. — Сделай его, сделай! — Валек обернулся. Рыжий несся по коридору, подняв кулаки, подстегиваемые криками участников группы. После первой минуты схватки Валек решил попробовать единственный прием рукопашной борьбы, который он знал. Ложное движение в лицо противника, затем удар в живот. Прием сработал. Рыжий моргнул, но удар в открывшийся живот был слишком слабый. Попытавшись схватить противника за волосы, Валек пригнул коротко постриженную голову рыжего и вцепился зубами ему в лысину. Рыжий обмяк и повалился на пол. Опустившись на колени и отведя руку для решающего удара, Валек ждал, когда противник откроет глаза, но кто-то подхватил Валька и поставил на ноги. Валек обернулся. Какой-то студент и несколько других отстранили Валька и провели его в свою комнату. Встреча. Странный парень в черной кожаной куртке и синих спортивных брюках зашел в магазин и поднялся на второй этаж. В его правой руке была большая хозяйственная сумка. Уважаемые жители и гости столицы, книжный магазин «Библиоглобус» приветствует вас. «У нас вы можете найти художественную и научную литературу по всем отраслям знаний», — произнес красивый женский голос из репродуктора. Парень прошел в дальний зал и уставился на полки с книгами. Как здесь было много всего. И словари норвежского, и учебники датского, пособия по фуллой африканц, и даже словарь валийского. «Можно мне книги в сумку сложить?» — обратился он к проходящей мимо работнице магазина. «Да, конечно». Парень подошел к полкам и начал рассматривать книги. Добравшись до самой высокой полки, он растерялся. Книги были слишком высоко. «А как мне книги достать?» — опять обратился он к девушке. «Вон лестница стоит». Парень взял лестницу, неуклюже забрался на нее и начал выбирать книги. Через десять минут с полной сумкой книг он подошел к кассе и, дождавшись своей очереди, начал вынимать книги из сумки, чтобы заплатить за них. Одна, вторая, третья. Почувствовав чей-то взгляд, он обернулся. Рядом стояла девочка и с удивлением смотрела на него. У нее был странный, красивый взгляд. Забрав свои книги, парень отошел от кассы и попробовал засунуть пакет с книгами в хозяйственную сумку, но не получалось никак, и парень попросил помочь проходящую мимо работницу. Складывая с ее помощью сумку в сумку, он почувствовал тот же странный взгляд. Вернувшись через три часа на электричке в родной город, Валентин забыл обо всем происшедшем и вновь погрузился в увлекательный мир окружавших его книг. «Выбирай истину». «Бригитта», — представилась девушка с красивой улыбкой. «Валентин», — представился Валентин. «Ты из какой страны?» «Из Литвы». «Лабос Вакарос». «Добрый вечер», — улыбнулась девушка. Валентин прошел в раздевалку и снял куртку. В клубе английского языка бывали люди из США, Канады, Австралии и Армении, но из Литвы он пока никого не встречал. Выходя из раздевалки, он бросил взгляд на часы. Было семь часов, время начала урока. Бригитта ждала его в коридоре. «Ты когда-нибудь был в Литве?» «Проезжал на поезде, когда мне было десять лет в Калининград, через Литву или Латвию, не помню точно». Девушка улыбнулась. «Через Литву. Наверное, через Латвию долго ехать». «А какую группу ты ведешь?» «Среднюю». «А я в разговорной. У нас будет мероприятие после клуба». «Хорошо». На уроке английского Валентин, как всегда, рассказывал что-то о Китае и теории музыки. Закончил же он урок кодорскими шутками о шестнадцатиричном коде. Час пролетел, и, выйдя в коридор, Валентин столкнулся с Владимиром, бухгалтером прихода, который по деловому спросил. «Ты новую миссионерку уже видел?» «Да, она из Литвы». «Знаю, знаю, а я ведь тоже по-литовски умею». «Алус ира?» «Что это?» «Пиво есть?» Валентин рассмеялся. Дверь в среднюю группу открылась, и из нее вышла Бригитта. Волосы ее развивались, как от дуновения ветра. Валентин тихо шепнул Владимиру. «Скажите». «Алусыра?» «Выполил Владимир». «Владимир!» Бригитта смеялась и смотрела сукоризной одновременно. «Хорошо, вы тут развлекаетесь, а у меня дела». Владимир по деловому поправил очки и вышел в главный зал. На мероприятии все пили апельсиновый сок и ели курабье. Народу пришло много, и кто-то даже остался на урок китайского, которым руководила Дань. Она приехала в Рязань, чтобы стать врачом, закончила медицинский университет и попала на миссию. Выучить китайский не так-то просто, и она с радостью помогала всем. Окончив урок, она подошла ко мне и, узнав, что Бригитта из Литвы, подарила мне маленький перстень, на котором стояли три английские буквы — CTR. Что это? Choose the right. Выбирай истину. Валентин наклонил голову, чтобы пройти коробка со свечками, которые он держал под левой подмышкой, выскользнула, и свечи посыпались вниз. Вот незадача! Войдя и поставив единственную свечу в стоявший на круглом столе канделябр, он сел на пол и огляделся. Стены были покрыты плотно прилегающими друг к другу деревянными дощечками, и если бы были в обыкновенной комнате, то определенно создавали бы уют. Потолок же был разделен на три равные продольные полосы, на одной из которых виднелись следы пожара. Окна же, напротив, были чистыми. Интересно, кто их моет? Он знал, что смотреть на пол еще рано и пытался отвлечь себя разными мыслями. Неровный свет свечи моргнул, и Валентин замер. Пора. Собравшись с духом, он быстро взял мел со стола, взглянул на пол и поставил крестик на выдолбленной в бетоне сетке для игры в крестики нолики. Крошки от мела издали специфический запах. Захотелось спать. Он зевнул, томно закрыл глаза, вытянул ноги, опускаясь на спину, и прошептал «Лабос вакарос». Если бы кто-то с далекой звезды смог бы разглядеть, какой свет исходил из окна чердака дома по улице Политаева, дом номер Н, то они определенно бы заинтересовались и соорудили бы огромные телескопы, чтобы при следующей подобной вспышке сфотографировать раздражитель, а затем потратили бы многие тысячелетия на расшифровку 26-ти речного кода и, в конце концов, пришли бы к однозначному выводу, что это не что иное, как всего лишь три маленькие буквы – СИ-ТИ-АР. Но чтобы выбрать истину, нужно гораздо больше времени. Прощание, славянки. Бригитта уезжала. Пробыв полгода в Рязани, теперь ей надо было ехать в другой город. Владимир ходил расстроенный, что он никому не нужен, что все его оставляют, и что ему теперь делать? Бригитта уверила его, что она вернется, но Владимир так и не мог успокоиться. Валентину было жаль старика. Она же сказала, что вернется. «Не знаю». Валентин зашел в комнату разговорной группы, где находилась Бригитта. Предстояло прощание. Валентин взглянул на нее в последний раз. «До свидания. Была очень рада с вами познакомиться». Валентин посмотрел на нее еще раз и вышел. В его голове мелькали мысли, почему она так сказала. Ведь это я написал в дневнике ее бывшей напарницы «Был рад с вами познакомиться». Но ведь так говорят человеку при первом знакомстве, а не через полгода. Я просто не знал, что написать, и написал первое, что пришло в голову. А Бригитта, видимо, долго готовилась. Дни шли за днями. Приход жил своей обычной жизнью. И вот пришла посылка. От Бригитты с двумя компакт-дисками. Первый передали мне, а второй Владимиру. Придя домой, я вставил диск в компьютер и открыл папку на диске. Там были фотографии. Бригитта в красном свитере и шляпе Владимира. Бригитта-здань. Бригитта на даче. Бригитта в спортзале. И Бригитта в образе мумии. Закрыв папку, я подошел к окну и посмотрел на северо-запад. Красное солнце опускалось за горизонт. Эко-реплай. Прошел год, и я решил разыскать ее онлайн. Обнаружив ее в одной из социальных сетей, я написал ей письмо на лицпике и получил незамедлительный ответ. 127-001. Следующее мое послание было таким. У меня вирус живет под плинтусом. Мое хобби — китайский чат. В золотом по-осеннему виндоусе я храню адреса девчат. Ты живешь за морями синими, там, где я потерял тебя. Телефонными черными линиями околдована земля. Дело делом, потом об осени. Ты ведь знаешь, я снова один. В цифровую вселенную бросили, не сказав ни пароль, ни логин. Где я был до сих пор не знаю, что я делал, расскажу потом. От улыбки твоей я таю. Ты продай ее на дотком. Реплай. Не знала, что ты стихи пишешь. Смайл. Эко. Синий-синий баннер, посидевший сканер. Файлы наизнанку, в коридоре спам. Ты опять мне снишься, северная вишня. Нам откроет небо тайну буквы Лям. Тук-тук. Я открыл глаза и огляделся. Бригитта шла со мною рядом, держа мою руку. Вокруг был лес. Мы идем, куда глаза глядят, — улыбнулась Бригитта. Мои глаза смотрят только на тебя, — ответил я. Заметив ее реакцию и пройдя несколько шагов, я вздохнул. Бригитта сильнее сжала мою руку. Ты знаешь, как меня зовут? Да. Откуда? Мы с тобой познакомились там. Не во сне. Бригитта посмотрела на меня красивыми карими глазами и, пройдя несколько шагов, остановилась. Какой твой любимый цвет? Карий. А мой синий. А запах? Не знаю. Бригитта склонилась над цветком и, понюхав его, потянула меня за рукав. Вот, попробуй. Это Василек. Присев рядом, я вытянул шею. Да, красивый. А сколько тебе лет? Сорок четыре. А волос? Не знаю. Бригитта склонилась над моей головой. Давай сосчитаю. Я опустил голову, и нежные пальцы Бригитты прикоснулись к волосам. Перебирая их, Бригитта запела тихим голосом. Далеко под вечером спит красивый жук. Васильки узнают все. Тук-тук, тук-тук, тук. Кольцо Эминема. Закрыв тап в соцсети и достав сигарету, я затянулся. Вестей не было. Сделав пару затяжек, заполнил поля регистрационной формы. Настоящее имя, ник, мыло и пароль. Что ж, попробую здесь. Сократив свой ник до двух букв, остановился. Какое фото выбрать? Пусть будет лягушка. Рука потянулась за сигаретой. Я закашлял. Все вокруг помутнело. И я свалился на выдвижную панель для клавиатуры. «Кто здесь?» — пропел басом мужской голос. «Я?» «Что тебе надо?» «Я не знаю». Что-то мохнатое прикоснулось к моей руке и сжало средний палец. «Это кольцо Эминема. Иди». Мохнатые руки подхватили меня. Я очнулся и поднял голову с клавиатуры. «Мистика какая-то». Открыв поисковик, обнаружил на второй странице результатов кольцо Эминема «Талисман взаимной симпатии». Побродив по ссылкам и так толком ничего и не узнав, я продолжил регистрацию в новой соцсети. Проверяя почту, обнаружил на следующий день новое письмо. «Привет. Надо поговорить. Бри». Юстас Алексу. «Так ты шпионишь за ним? Да я помирить вас хочу. Ты после того, как он послал тебе коробку конфет, с ним не общаешься, а он гордый. А что касается меня, I have no pride. Зачем ты все это делаешь? Мне не нравится, когда мои друзья в ссоре. А как же твои признания? Просто мне нравится с тобой общаться. А что касается любви, то это отдельный разговор. Какой? Ты мне нравишься. Ты мне тоже. Я скучаю по тебе очень. Я тоже скучаю. Когда я иду по городу, я помню каждое место, где мы были вместе. Я обязательно вернусь. Он в шутку называет тебя шпионкой. Почему? Шпионы не возвращаются. Я, наверное, никогда не знал тебя или даже не был с тобой знаком. Где та юная, открытая к незнакомцу девушка? Да, прошли годы, и ты стала мудрее, и я еще узнаю ту доброжелательную девушку в кривом зеркале Фейсбука. Я пишу стихи, опираясь на воспоминания и пытаюсь рассказать о том, чего ты не знаешь. Когда-то мне казалось, что этот город очень ждет тебя. Так ждет, что в каждом маршрутном такси звучат песни о тебе. Так ждет, что луна от любопытства зависает над городом и забывает про смену фаз. Но, наверное, сейчас не время. И город просто ждет. Гиперссылка. Учебник Сталкера. rutube.ru Slash video Slash 0BF41AA07C2A65669A141679D891F498 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...